Уважаемые коллеги, мой доклад несколько скромнее, чем предыдущий доклад, потому что опыт более мелкий, но я считаю, что хирургическое лечение опыта лейкостей и таза, отвечая на вопрос, который был предыдущий, это прерогатива центров, которые обладают данным видом лечения этих пациентов, это мультидисциплинарный подход, и начинать заниматься этим, не имея никакого опыта, лучше этого не делать, а направить там в те центры, которые этим имеют соответствующего опыта. Актуальность вопроса, уже было все сказано, дело в том, что несмотря на то, что количество опухолей тазового пояса незначительно, но это очень сложный вопрос современной онкологии. Я хочу обратить внимание и начинать свой доклад именно вот с этого слайда, потому что таз это точка, где встречаются два раздела человеческого тела, это туловище, это нижние конечности, это та область, которая регулирует функцию позвоночного столба, естественно, тело и нижней конечности. Плюс к тому, функция поддержки содержимой брюшной полости и органов таза. Если мы начинаем лечить пациентов и забываем об этом, то лучше не начинать этого не делать. Здесь приведен диагностический алгоритм, на который я не остановлюсь, потому что предыдущий Евгений Александрович очень хорошо показал. Это доступы, которые применяются при хирургическом лечении. И хотел привести этот момент, именно с чего мы начинали, а я думаю, что многие так и начинали. Это межподушная брюшная резекция с формированием последующим ложного сустава этой пациентки. Сейчас ровно сколько лет, сколько моему младшему сыну Ивану Георгиевичу Гавтону, который здесь присутствует, 31 год. Это типы резекции при опухоли костей, комбинированные резекции таза и реконструкция дефекта уже прозвучала сегодня и в других докладах. Просто напомню, что это аллографты, аутографты и аллографты-композиты. И эндопротизируемая наиболее прочная, эмологически-биомеханически оправданная именно конструкция, которая позволяет добиваться как непосредственно, так и отдаленные результаты. Но мы не должны забывать, что чаще мы подвергаем этих пациентов операции по поводу злокачественного образования. И в первую очередь мы должны учитывать край резекции. Что касается материалов для замещений, это эндопротизирование разных фирм и конструкций. Общая пятилетняя выживаемость варьирует от 45% до 70%, которые получили соответствующее хирургическое лечение. Это функциональный результат, по которым следует применять. И тут я уже сказал, что разные эндопротезы, которые применяются, и разные модули. В том числе, и последний, я немножко попозже остановлюсь, именно индивидуальное эндопротизирование и 3D-печатание образованного дефекта. Тут при применении наиболее частых, которые все мы применяем, это люмих-система. Мы видим, что тут имеются довольно большие осложнения. Инфекция доходит до 30%, так же, как и 21% это вывихи. И как один из примеров, позвольте привести пациентка 56 лет, хонусаркома G2, это поражение костей, это тело, подвздошная кость с переходом на седалище, илонную кость, уровни резекции, оперативные моменты, это уже послеоперационная рентгенограмма. И другой пример, девочка 14 лет, хондросаркома, правой лонной кости, после трехкурса полихимиотерапии G1, хондросаркома, это мрт-томограмма до операции. Значит, это предоперационное планирование. Это интероперационные моменты, уже установка вертлужного компонента, послеоперационная рентгенограмма, и запустить его так и не удалось, да? А это через три месяца после оперативного вмешательства. Здесь, дело в том, что основная масса пациентов, они подвергаются как предоперационной химио-лучевой терапии, мы видим, что без химио-лучевого лечения, смотрите, какие результаты, и чтобы иметь результаты осложнения, именно после химио-лучевого лечения, мы видим, что частота инфекционных осложнений куда больше, нежели при чисто хирургическом лечении. И здесь те же самые данные. И здесь я привел литературные данные, именно по бактериологическому составу, то, что высевается, оно не отличается от данных, то, что даже сегодня они и прозвучали. А вот один из осложнений, это когда мы получаем такой дефект при применении, вот Юрий Михайлович, я задал вопрос в отношении ВАК-системы, вот мы применили ВАК-систему, получили хорошую грануляцию, затем свободный пересад кожного лоскута с заживлением без ревизии эндопротеза. И самый на сегодняшний день это 3D-печатание, которое начинает хорошо набирать обороты с 2014 года. Мы видим здесь различные эндопротезы, различных участков скелета. он имеет большое применение как в ортопедической практике, и он дает возможность при дефектах, которые невозможны, реконструкция, заместить дефекты, так и в онкологической практике, в которой мы вынуждены выполнить большие резекции. Здесь я привел данные наибольший опыт в этом отношении китайские коллеги, которые наибольший опыт сейчас обладают в мире именно по 3D-планированию, печатанию и непосредственно имплантированию. Вот последние данные на ИСОЛС этого года, которые здесь были приведены, три крупные исследования, но в каждом из этих исследований по 20-25 исследований мы увидим, что большого анализа в рамках одного учреждения либо кооперированных исследований в настоящее время пока еще нет, но я думаю, это дело будущего. И наш опыт, именно также 3D-печатание пациента 61 года, хондросаркома правой, здесь неправильно, подвздошные кости с патологическим переломом, хондросаркома G1, дооперационной рентгенограммы, уровень резекции, дооперационной 3D-планирования, операция, удаленный препарат, выделены сосуды, и вот установленный, простите, вот вертлужный компонент, который напечатан 3D-печатание, это уже установка интероперационной его, укрыт сеткой, и послеоперационной рентгенограммы, или то, чтобы мы убедились, что действительно мы поставили, так как было запланировано до операции, интероперационное 3D-моделирование, это послеоперационная 3D-реконструкция, которая показывает нам, что да, действительно совпало то, что мы планировали до начала оперативного вмешательства, и вот функциональный результат, через полтора месяца после операции. Сейчас, там еще есть, Валерий Вячеславович. И следующая пациентка 70 лет, также хондросаркома, гистологический хондросаркома G2, дооперационной рентгенограммы компьютерной, 3D-планирование, послеоперационной рентгенограммы, послеоперационной реконструкции, и вот функциональный результат, через полгода после операции. Спасибо. Спасибо большое, Георгий Иванович. Какие будут вопросы? Да, Владимир Иванович. Я хотел бы у вас уточнить, как вы пространственно планируете расположение вертлужных впадины после резекции? Я понял, Магазарыч. Как пространственно идентифицировать контрлатеральные стороны? Несомненно, да. Спасибо. Это, я уже указал, что это дооперационное 3D-планирование и интраоперационное. Инструменты такого? У нас фирма, фирма-производитель, который нам поставляет, мы сейчас работаем с представителем фирмы Стэнмор, работаем с ним, и они поставляют именно такие инструменты, именно для интраоперационных, чтобы центр вертлужных впадин искусственно, и чтобы сопоставить. Потому что я показывал там на ленинограмме, они находятся по одной линии. Георгий Иванович, вот Вы показывали одно из осложнений, некроз, плоскута, но, наверное, Вы в последнее время тоже стали уходить от этих Т-образных разрезов, потому что чем больше углов, тем выше риск осложнений. Согласен. И второй у меня вопрос. По поводу, вот Вы показывали два примера, резекция хондросаркомы, G1 на уровне вонного сочленения. Там было такое распространение или, скажем так, Вы имеете в виду уровень резекции? Уровень резекции, вот вонное сочленение. Почему на уровне вонного сочленения, если опухоль была в районе крыши вертлужных впадин? Я понял, Валерий Вячеслав, дело в том, что во время операции мехотканный компонент оказался больше, чем мы имели до операции, планировали это сам, поэтому учитывая, что это хондросаркома, если их, скажем так, первый раз не оперируют хорошо, потом будет плохо. Я согласен с Вами. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Микрофон, пожалуйста, будьте любезны. Извините, пожалуйста, хотел спросить вопрос. В двух последних примерах крепления вертлужных впадин разные металлоконструкции были, в одном случае 6 винтов, в другом основная и винт. И есть ли отдаленные результаты по 3D выполнению данных вертлужных впадин в сравнении с эндопротезом в сравнении с эндопротезом? Спасибо. Дело в том, что 3D-печатание у нас в Российской Федерации сейчас занимается только одно учреждение, оно располагается в Москве, это организация НДПринт. Она сертифицирована, это единственная организация, сертифицированная у нас в Российской Федерации. Все остальные, которые печатают, они не сертифицированы. Что касается отдаленных результатов, сравнений у нас нет. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо.